На улице Чапаева одним дырявым домом стало еще больше. Жилая многоэтажка словно сыпью покрылась пятнами в связи с постоянным разрушением фасада. Не увидев оперативных действий коммунальщиков, жильцы начали даже съезжать с квартир. С инспекции на место отправился городской дозор. Из-за перепада температур, подтаявший на крыше снег, начал стекать по стене. В результате чего, к ужасу жителей, она стала разрушаться. Стена намокла, когда начались оттепели. Местные подозревают, что камень на фасаде точит талая вода с крыши. Я попросил, сказал, вы хотя бы чистите снег, чтобы у нас не текло. Они говорят, там мягкая кровля, и, соответственно, мы ее чистить не будем. С похолоданием стена облевенела, и куски льда стали отваливаться вместе со штукатуркой. Я сначала думал, что это голуби сверху стенку попачкали. А это лед. Он начал падать, и оттуда пошло все падать. Уже два этажа посыпалось, труба вон прогнулась газовая. То есть тут что может произойти, даже неизвестно. Забеспокоившись, Сергей Васильевич позвонил в аварийную службу. Попросил, чтобы рабочие хотя бы огородили опасное место. Это пообещали сделать к понедельнику. Но прошли выходные, а во дворе ничего не изменилось. Я ездил в управляющую компанию, предоставил фотографии им, что у нас обваливается дом. Что, соответственно, они посмотрели и сказали, что нам нужно создать сначала комиссию, но это уйдет примерно неделю-две. После жалобы жителей на месте вскоре побывали и их специалисты, говорят в управляющей компании. Дома уже полвека, поэтому не исключено, облицовка отслаивается из-за физического износа. Коммунальщики планируют заново отштукатурить фасад. Наша задача только устранять вот эти нарушения, видеть, когда они происходят. И стараться, как бы, да, моментально, но есть погодные факторы. И я думаю, когда мы это все устраним, люди успокоятся. По словам коммунальщиков, проведение этих работ возможно лишь тогда, когда установится устойчивая плюсовая температура. Тогда же будет выяснена и устранена причина обрушения стены, чтобы подобное впредь не повторялось. Юрий Шумков, Алексей Богданов, Городской дозор.